Приветствую своих подписчиков! Сегодня на примере ноутбука Asus TUF Gaming модель FX705G я покажу, как заменить ноутбуки Winchester. Этот игровой ноутбук я приобретал полгода назад и установлены здесь изначальный SSD накопитель Western Digital формата M.2 на 256 ГБ и дисковый накопитель компании Toshiba на 1 ТБ. Вот этот 1 ТБ, эта память уже в принципе подходит к нулю, поскольку я очень много монтирую видео для YouTube, поэтому память жирается мгновенно. Конкретно в этом ноутбуке, чтобы получить доступ к старому Winchester необходимо снять нижнюю крышку. Для этого потребуется выкрутить один из винтов по периметру и один в центре. Они все разного размера, разной длины, поэтому внимательно их раскладывайте. Здесь три типа размеров, большие, три вот этих вот средней длины и два маленьких по краям возле динамиков. Далее потребуется с помощью какого-либо пластика освободить все защелки по периметру. Ну что ж, вот так вот выглядит компьютер изнутри. Вот здесь находится SSD накопитель формата M.2, но нас он не интересует в настоящее время. Здесь две планки оперативной памяти и вот наш Winchester на 1 ТБ Toshiba. Накопитель установлен в металлической рамке, необходимо выкрутить три винта, изъять ее отсоединив от разъема, но прежде необходимо отключить батарею. С помощью вот этого разъема она подключается к материнской плате. Так, и изымаем Winchester, отсоединив от разъема. Вот так он выглядит. Ну, теперь открутив четыре торцевых винта, изымаем Winchester из рамки. Кстати, не сказал вам, это форм-фактор 2,5 дюйма. 2,5 дюйма, я так понимаю, это диаметр диска, который вращается. Но, кроме того, есть отличия в современных 2,5-дюймовых винчастерах, они бывают разной толщины. Как видите, эта рамка предназначена для накопителей до 9 мм. Этот тоньше, он 7-мм, поэтому здесь свободное пространство есть. Вот этот Winchester. Вот вам продемонстрирую. В принципе, тут даже 6,5 его толщина. Так, буду менять вот на этот Winchester, который я приобрел в Минске в интернет-магазине Полосатый верблюд, по-моему, называется. Офис которого находится в торговом центре Некрасовской в Минске. Так и есть. Полосатый верблюд. Приобретал я его за 155 белорусских рублей. Порядка 75 долларов. Гарантийный талон от магазина. Такие же, как и в этом обороты шпиндели 5400 в минуту. Кстати, этот был дешевенький, сделан в Китае, этот уже в Филиппино сделан. Даже по весу он тяжелее. Вот вам демонстрирую, что они разные по толщине. В некоторые ноутбуки, я знаю, в Lenovo современные ноутбуки подходят только 7-мм. Поэтому обращайте внимание при покупке, уточняйте этот момент, какая толщина у накопителя. Аналогично устанавливаем сначала Winchester в рамку кверху платой. Вот он у меня уже входит здесь плотно. И фиксируем четырьмя винтами. И устанавливаем ноутбук, подключив к разъему. Итак, винчестер установлен. Но самое главное, не забудьте перед закрытием нижней крышки подключить батарею питания. Фиксируйте защелки и закручивайте винтики в том порядке, как они разложены у вас на столе. Диск установлен, накопитель установлен. Теперь необходимо его отформатировать и разбить на логические диски. Для этого в Windows нам необходимо перейти, например, в поиск управления компьютером. Или в панель управления и далее управление компьютером. Здесь управление дисками, выбираем пункт. И сразу предлагаю инициализировать диск. Нажимаем ОК. Наш нераспределенный диск, вот он. Конкретно в виде 1863 гигабайта. Этот накопитель у нас нераспределенный. Я хочу создать на нем два логических диска. Поэтому нажимаю правой кнопкой мышки создать простой том. Далее. Так, один из томов у меня будет на 1 терабайт и второй на 1 терабайт. Обращаю внимание, что здесь емкость запрашивается в мегабайтах. Поэтому тут будет 6 нулей. Далее. Это будет в диск D. Тут оставляем все по умолчанию. Далее. Файловая система NTFS. Быстрое форматирование. Также все оставляем по умолчанию. Далее. И готово. Так, один диск у нас уже получился. Диск D на 976 почти гигабайт. И второй на 886 остается. Также его форматируем. Создать в простой том. Далее. Все. Мы создали два логических диска. Теперь при переходе в проводник. Мой компьютер. Вот я вижу уже три диска C, D, E. И для сравнения. Вот скрин предыдущего винчестера, который я уже изъял. Его скоростные параметры. И скрин вновь установленного. Конечно, он намного лучше. Даже раза в три шустрее предыдущего. Поэтому к покупочке советую. Утилита H2 TESW показала отсутствие ошибок записи и чтения одного из логических дисков. И подтвердила высокие скоростные параметры. В настоящее время у меня все пять дисковых накопителей от Toshiba. И я рекомендую комплектующие этого бренда как самые надежные. В принципе, все. На этом с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. И до встречи. С вами был Александр. Пока.